Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем серию разборов муниципального этапа для разных классов и сейчас с вами поговорим о восьмом классе, да, о муниципальном этапе восьмого класса. Итак, обратимся непосредственно к заданиям. Первое задание связано с историческим источником, прочтя который вы должны выбрать правильное суждение, в данном случае, точнее сказать, правильно определить те события, которые относятся к этой же исторической эпохе. Нам представлен фрагмент из документа эпохи некого князя, великого князя Василия Ивановича. Судя по контексту, мы понимаем, что речь идет о крестоцеловальной записи Василия Ивановича Шуйского. Таким образом, нам нужно определить те события, которые произошли в эту же историческую эпоху. Итак, таким образом, это будет восстание Ивана Болотникова, осада Троицы Сергиева монастыря, которая также произошла в годы смуты, ну и, наконец-таки, образование Тушинского лагеря. Все эти события непосредственно связаны с деятельностью этого великого князя, русского царя в эпоху смутного времени. Второе задание. Да, в данном случае формулировка задания звучит следующим образом. Время активной деятельности каких из перечисленных зарубежных правителей относится к тому же веку, что и создание источника, фрагмент которого приведен? Опять-таки, здесь мы с вами работаем по историческому источнику, на основании которого нам необходимо дать правильный ответ. Итак, что же здесь, о чем идет речь? В данном случае, очевидно, идет речь про формирование англиканской церкви, и, таким образом, исторические деятели, которые относятся тоже к XVI веку, это, естественно, Генрих VIII Тюдор, это Екатерина Медичи, и это Карл V Габсбург. Именно так в данном случае будет звучать правильный ответ. Идемте с вами далее. Третье задание уже связано с работой с визуальными источниками. Нам представлена медаль Иуды, которая появилась в годы правления Петра I, и, таким образом, нам нужно выбрать термины или выражения, которые связаны с этой же исторической эпохой. И, разумеется, это будет табель о рангах, это будет губерния, это будет понятие рекрута. Остальные термины относятся к более ранней исторической эпохе, и Патриарх, и Кормлений, и Боярская дума. Эти термины еще появляются в эпоху русского средневековья, на пространстве российской истории. Задания 4 и 5 носят характер работы с логическими рядами, из которых нужно выбрать какой-то элемент, который выбивается из общего принципа комплектации того или иного логического ряда. Итак, задание номер 4. Найдите лишнее, то есть выбивающееся из принципа образования ряда, изображение. Что же у нас в данном случае будет лишнее? В данном случае у нас будет лишним изображение Б по одной очень простой причине. Несмотря на то, что в целом представленные изображения достаточно похожи, то, тем не менее, мы видим, что на изображении Б у нас как минимум изображен не святой и не какой-то сюжет из священной истории. То есть, говоря проще, изображение Б не относится к иконам. Для успешного выполнения этого задания, на самом деле, участнику не нужно ни называть все эти иконы, ни понимать даже, что это за иконы, когда они были созданы. И по большому счету, даже парсуна со скопиным-шуйским, которая здесь изображена за литерой Б, опять-таки, совершенно не необходима к узнаванию. Важно понимать, что такое парсуна, как появляется и складывается искусство гражданского портрета в русской истории. И, понимая это, собственно говоря, выбрать этот ответ в качестве лишнего, то есть выбивающегося из общего ряда тех икон, которые здесь представлены. Пятое изображение, да, пятое, простите, задание, тоже посвящено принципу, что нужно найти лишнее изображение из общего ряда. И здесь нам представлен целый ряд исторических событий, которые относятся к XVI веку. Мы здесь видим и Варфоломеевскую ночь, мы здесь видим и события эпохи Апричны в московском государстве, мы видим Мартина Лютера, который прибивает свои тезисы, и мы видим здесь известную картину Сурикова, посвященную освоению Сибири. За литерой В мы здесь видим события, связанные с Переяславской радой, то есть событиям, которые относятся к восстанию Богдана Хмельницкого к середине XVII века. Поэтому это будет, опять-таки, лишний элемент. Задание номер шесть. В данном случае вам необходимо расположить в хронологической последовательности те или иные события. Это задание достаточно понятно. Вы в большинстве своем, да, вы, я имею в виду, участники, неоднократно сталкивались с подобными заданиями даже в рамках школьных каких-то, самостоятельных контрольных работ школьного этапа, поэтому, да, задание, как, в общем-то, вполне фактографическое, мы сейчас с вами детально разбирать не будем, да, достаточно, в общем-то, посмотреть в критерии, чтобы понять, да, где, как эти события необходимо расположить. Каких-то подводных камней у таких заданий традиционно не встречаются. Задание номер семь. В данном случае было необходимо соотнести данные по этническому составу населения Российской империи в 1719 и 1795 годах в тысячах человек с народами, которым они соответствуют. При этом нужно обратить внимание на то, что среди перечисленных народов есть те, которые в эту таблицу войти не должны. Итак, в данном случае задание в основном строится на двух принципах, и здесь необходимо уже более детально на это обратить внимание. С одной стороны, понятно, да, что мы должны с вами обратить внимание, здесь на общие тенденции социального развития для того, чтобы понять, да, насколько тот или иной народ за это время, да, прирастал или, ну, не дай бог, да, правда, этого в этой таблице нет, сокращался, и исходя из этого понимать, да, какие внешние факторы влияли на эту социальную картину, да, то есть работа со статистикой в данном случае это не просто какая-то угадайка, да, это именно, что переведенное в цифровой формат взаимодействие в целом с комплексом социальной истории, с вопросами непосредственно связанными с развитием общества, но и кроме того, надо понимать, что и войны, и присоединение новых территорий, и эпидемии, все это влияет, да, на как раз развитие общества и на количественные показатели, которые можно соотнести с каждым из представленных народов. Это первое. Второе, на что нужно обратить внимание в данном случае, да, это понятно, то, что если дан на 1719 год ноль, а на 1795 год дано какое-то число, то мы должны понимать, что, да, в XVIII веке, очевидно, эта территория была присоединена, и исходя из этого, да, уже можно делать тот или иной вывод, да, исходя из численности народа и так далее, потому что понятно, что если на 1719 год представителей, да, этой национальности, представителей этого народа в России нет, а потом их появляется значительное количество тысяч, то понятно, что это не могло быть вызвано исключительно какими-то миграционными процессами. Итак, давайте в данном случае с вами разбираться. Первая графа, да, где у нас, собственно говоря, представлено 2 миллиона человек, потом 8 миллионов человек, у нас соотносится с украинцами. Почему и чем, да, обусловлен такой рост? Ну, прежде всего, мы должны с вами понимать, да, что у нас на протяжении XVIII века эта территория активно осваивается, активно увеличивается, мы присоединяем в рамках раздела Речи Посполитой дополнительные земли, то есть территорию правобережной Украины, и, следовательно, конечно, население, да, украинского народа, число, количество украинского народа и его представителей в России резко возрастает. Вторая колонка у нас, да, где мы видим такой же внушительный рост, очевидным образом связана из представленных народов, может быть, только с белорусами, поскольку, опять-таки, в рамках разделов Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 года, после присоединения Западной Белорусской, Центральной и Западной Белорусской областей, понятно, что, да, количество представителей белорусского народа значительно выросло в составе Российской империи. Третьи и четвертые графы этой статистической таблицы посвящены тем народам, которых раньше в составе не было, а потом они появились, причем сразу в достаточно большом количестве. Выбирая из представленных, собственно говоря, народов, да, мы с вами можем понять, что в случае с третьей графой Речи о поляках, да, о том, что было как раз, опять-таки, в рамках тех самых разделов присоединено, вот, о четвертой графе, когда мы говорим, то в данном случае верный ответ – это литовцы, поскольку, да, территория Литвы войдет в состав России только в 1721 году юридически по нештатскому мирному договору, потом она будет расширяться на протяжении XVIII века, опять-таки, и понятно, что в 1719 году это население еще не учитывается, а в 1795 году оно, очевидно, учитываться будет. В данном случае логика, да, прямо строится на том, что мы, может быть, да, и не должны сами по себе знать, да, и школьная программа, например, не ставит такой цели, чтобы учащийся мог назвать количество представителей того или иного народа в разные годы. В данном случае это не более чем логическая основа для дальнейших каких-то рассуждений. Это задание, которое делается на основании, прежде всего, понимания основных процессов внешнеполитического развития России в XVIII веке. Восьмое задание посвящено трем характеристикам правителей российского государства XVI-XVII века, которое дано в трудах Николая Ивановича Костомарова, известного русского ученого, да, историка, известного своими жизнеописаниями как раз, да, известных деятелей русской истории. Соответственно, на основании этих правителей, да, на основании этих заметок вам необходимо выполнить представленное задание, в рамках которого необходимо сделать следующее. Вы должны понять, о каком правителе идет речь, и соотнести с ним уже конкретные эпизоды, да, то есть на каждого правителя, в данном случае это Борис Годунов, Василий Шуйский, Лжедмитрий I, необходимо с ним сопоставить четыре отрывка, которые так или иначе, да, с этим правителем связаны. Ну вот давайте обратим внимание на несколько отрывков для того, чтобы понять, каким образом в данном случае следует поступать, и как выработать свою модель взаимодействия с подобными заданиями. Смотрим, например, да, на, ну, какой-нибудь, да, ну, давайте начнем с первого, да, на первый отрывок. Вот, что мы здесь с вами видим. Тогда, 19 июля, Захар Липунов подобрал себе товарищей, тра-та-та, да, говорится о том, что Липунов со товарищей пришли в дом к незложенному царю, разлучили его с женой, увезли ее в Вознесенский монастырь, объявили, что ему следует постричься в монахе, ему повторили, что надо бы на постричься, он наотрез отказался. Вот, да, опять-таки идут дальше упоминания конкретной, скажем так, политической борьбы вокруг этого. В том, говорится, что бывший царь громко закричал «не хочу», вот, но, тем не менее, его одели в иноческое платье и увезли в чудо в монастырь. Событий, связанных с тем, что незложенного против его воли монарха у нас, да, отрежают в монахе, да, насильно постригают, в общем-то, достаточно мало в русской истории, а если говорить точнее, это единичный случай, связанный как раз с незложением Василия Шуйского, которое произошло после того, когда Москва оказалась объята, ну, не Москва, лучше даже сказать, московское государство оказалось объято событиями польско-литовской интервенции, а русское войско проиграло Клушинскую битву. Соответственно, в данном случае по этому отрывку, да, по упоминанию с сыноческим платьем, мы с вами понимаем, что речь идет о Василии Шуйском, и таким образом, да, мы находим конкретный маркер внутри этого текста, на основании которого происходит соотнесение. Подчеркну очень важную вещь, да, от участников в данном случае совершенно не требуется знать, что Костомаров о ком писал. Это задание не на фактическую сторону вопроса, это задание именно на то, чтобы, да, с одной стороны внимательно прочесть, да, каждый источник, отбросить шелуху, отбросить исторические красивости и малозначимые для, да, выполнения этого задания детали, найти ключевые, скажем так, да, маркеры, какие-то метки, которые позволят этот текст соотнести, после чего, проработав список правителей, которые здесь представлены, это Иван IV, Федор Иоаннович, Борис Гуднов, Василий Шуйский, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Алексей Михайлович, понять, с кем это можно соотнести. Вполне понятно, что вот, например, этот эпизод, посвященный насильному пострижению в монахе, может быть соотнесен из этих правителей только с Василием Шуйским. И остальные тексты в данном случае выполняются исключительно в рамках этой же логики. Девятое задание посвящено опознаванию, да, тех гербов, которые принадлежат русским городам, то есть в данном случае фактологическая сторона вопроса достаточно сильна, да, участник должен знать, как выглядят гербы важнейших, древнейших городов России, но в данном случае, опять-таки, у него есть подсказка, поскольку представлен перечень городов, из которых это можно выбрать. И если с некоторыми городами, скажем так, символика читается достаточно непросто, да, например, Тверь, да, где изображена такая вот табуреточка с короной, это не самый очевидный, скажем так, пример образования герба, и здесь все-таки сильна именно фактологическая сторона подготовки, то, условно говоря, название Архангельска с гербом, где Архангел, да, с мечом поражает демона, вот, да, поражает такого черта, или, например, понять, что герб Новгорода – это, да, трон, который держит два медведя, символа княжеской власти, а снизу изображены рыбы, символизирующие озеро Эльмень, в данном случае логическая составляющая, безусловно, достаточно легко может у нас считаться. Ну и также, как, например, в гербе, обозначенном буквой В, мы с вами видим как раз, да, изображение города-крепости, построенного из дерева, и это будет свияж, который тоже представлен в вариантах представленных ответов. Десятое задание посвящено работе с исторической картой. В данном случае необходимо установить соответствие между гербами и цифровыми обозначениями местоположения городов на карте, но при этом обратить внимание на то, что есть лишние обозначения на этой карте. Что в данном случае требуется, да, вот мы эти города уже в девятом номере с вами, да, указали, поняли о каких городах идет речь, теперь нужно их сопоставить с картой. Опять-таки, принципиально важно и подчеркну, что очень необходимо для любого человека, который собирается заниматься исторической наукой, уметь разбираться с картой, уметь работать с картой. По сути, это задание, хоть и носит в себе фактологический оттенок, тем не менее, строго вырастает из школьной программы и из вполне понятных, даже, я бы сказал, стандартных заданий, которые, я уверен, да, на уровне восьмого класса все выполняли не раз, а именно выполнение контурной карты, да, понимание, где текут важнейшие реки, где находятся те или иные города. Безусловно, в данном случае облегчает работу участника то, что указаны реки, указаны границы, и за счет этого можно вполне соотнести, да, тот или иной город с конкретной точки. Тут указана и Волга, да, и озеро Эльмень, вот, выглядывает из-под цифры 3. Все это вполне понятно облегчает ту работу, которую необходимо провести с этой исторической, да, с этой контурной картой, с историческим компонентом. Одиннадцатое задание связано с Великой Отечественной войной. Подчеркну, что здесь пока еще не идет речь о каких-то конкретных вопросах, связанных непосредственно с пониманием процессов, явлений и событий Великой Отечественной войны. Пока идет речь про узнавание в общем виде того, что с Великой Отечественной войной связано. То есть, опять-таки, мы здесь говорим скорее о проверке той исторической компоненты, которая связана с, безусловно, понимаемым, да, и осознаваемым особым значением этого события в русском историческом процессе, связанным с, да, понятно, героизмом, с беспримерным мужеством советского народа, который прошел Великую Отечественную войну. И здесь скорее опять-таки проверяется, да, подчеркну этот момент, что не, да, знание, когда какая битва произошла, а понимание, какие из этих марок посвящены непосредственно событиям, связанным с войной. В данном случае понятно, что это опознавание в основном идет по принципу, да, это относится к Великой Отечественной, а это не относится и вот почему. Марки, да, в данном случае понятно, что первая, посвященная Байкалу, Ламурской магистрали не относится, вторая, где мы видим, да, оборону Ленинграда вместе с медалью, да, за оборону Ленинграда, вот, в данном случае относится. И в данном, в остальных случаях принцип совершенно такой же в этом размежевании, то есть мы должны увидеть либо какое-то конкретное упоминание или указание на события, связанные с Великой Отечественной, как, например, да, вот там на шестом изображении мы видим и известную картину, посвященную обороне Севастополя, и прямую надпись обороны Севастополя, и медаль. Все это, в общем, дает вполне однозначное понимание, что это с Великой Отечественной войной связано. А вот, например, да, марка номер четыре, где написано «Советская женщина, активный строитель коммунизма», понятно, что эта марка к войне не имеет совершенно никакого отношения. Идемте с вами далее. Двенадцатое задание посвящено работе с историческим источником. Важно понимать, что это можно условно назвать, да, предпроектной деятельностью, то есть, да, в более старших классах требуется от участников, да, уже непосредственно работать с историческим источником таким образом, чтобы самостоятельно формулировать какие-то выводы. В данном случае речь идет о том, чтобы на основании уже готовых выводов либо с ними согласиться, либо нет. Итак, после прочтения источника дано десять суждений, из которых нужно выбрать верные и ошибочные. Давайте обратимся к этим суждениям. Что у нас здесь с вами сказано? Первое. На основании приведенного фрагмента можно сделать вывод, что автор происходит из древнего русского боярского рода. Нет, вполне четко, да, даже на уровне терминологии мы с вами видим, что, да, автор иностранец. Второе суждение. Из текста источника следует, что его автор имел доступ к секретным финансовым документам царской казны. Совершенно нет, да, источник не позволяет нам сделать такой вывод, да. Мы видим, что те финансовые сведения, которым апеллирует в данном случае автор этой записки, да, автор этого исторического источника, это скорее то, что он где-то услышал, да, какие-то сплетни, разговоры, пересуды и так далее. Третье суждение. На основе приведенного фрагмента можно сделать вывод, что в царской армии отсутствуют офицеры российского происхождения. Нет, да, такой вывод в данном случае сделать совершенно, да, нельзя, вот. Несмотря на то, что, да, упоминаются отдельные иностранные полковники, подполковников, вот, да, и так далее. Но, тем не менее, вот, сделать вывод о том, что никаких офицеров русского происхождения нет, на основании этого источника нельзя. Автор источника считает неэффективными и неоправданными траты царской казны на содержание чиновников и различных специалистов. Да, такая мысль приводится, поскольку, да, неоднократно говорится и о жаловании, и о тех финансовых моментах, которые связаны с высокой стоимостью содержания чиновников из казны. Пятое суждение. Автор источника с одобрением относится к стремлению выходцев из разных стран Европы попасть на царскую службу. Нет, да, вот, тут, в общем-то, даже на уровне тех оценок, которые идут, вот, можно сказать о том, что, да, оттого-то и вышло, что у этих иноземцев была такая пропасть на царскую службу. Эта характеристика, да, и те мысли, которые далее идут внутри этого текста при его внимательном чтении, вполне, скажем так, да, позволяют нам сказать, что никакого одобрения в данном случае автор не испытывает. Шестое суждение. На основе приведенного фрагмента можно сделать вывод, что российское государство уделяет большое внимание привлечению на службу специалистов из-за границы, особенно в военной сфере. Да, безусловно. Да, хотя бы само перечисление того, что, да, там, на службу из Германии, Батавии, Англии, Шотландии, говорится о том, что всем им царь не тяготится платить жалования даже из-за даром в мирное время, чтобы иметь их всегда на лицо при неожиданно наставшей войне, позволяет нам вполне однозначно такой вывод осуществить. Седьмое. Автор источника знаком со многими иностранными офицерами на службе русского царя. Опять-таки, внутри текста мы видим прямое упоминание, да, что тра-та-та, да, кроме двух полногенералов и двух генерал-майоров, я мог бы прочитать записанные в моей памятной книжке на более ста иностранных полковников, многих подполковников и так далее. То есть, это, безусловно, суждение верное. Восемь. Автор источника ошибочно определяет основные функции стрелецкого войска, называя их телохранителями царя. Да, даже, в общем-то, если мы не читали этот источник, да, то понятна формулировка, что стрельцы – это телохранители царя, да, это формулировка ошибочная. Стрельцы, да, не являются притарианской гвардией или чем-то вроде этого в устройстве московского государства 16-17 века. Ну и, наконец-таки, да, последние два суждения. Источник, фрагмент которого приведен, был создан в первой половине 16 века. Мы не видим оснований для такой датировки. И источник, фрагмент которого приведен, был создан во второй половине 17 века. И это уже суждение будет верное. Ну, начнем с того, что, если у нас говорится о стрельцах внутри текста, то понятно, что, да, стрельцы не могли существовать в первой половине 16 века. Вот. Во-вторых, вполне понятно, что упоминание многочисленного, да, привлечения иностранцев на русскую службу соотносится с полками иноземного строя, теми военными реформами, которые производятся именно в 17 веке. То есть, в данном случае, понятно, что все это обширное московское государство, о котором идет речь, это государство эпохи Алексея Михайловича и далее, и никак не может быть датировано первой половиной 16 века. Итак, таким образом, представленный комплект проверяет разные стороны исторического знания, как отечественной, так и всеобщей истории. И представленные финальные задания связаны с работой с текстом. Причем, обращу ваше внимание, что для успешного выполнения требуется более чем внимательно этот текст прочесть, обращая внимание на разные мелочи, поскольку, да, те суждения, которые здесь представлены, они носят как характер общей работы с этим текстом и включение этого текста в исторический контекст этой исторической эпохи, так и как раз непосредственно детальных наблюдений, на основании которых текст можно датировать, можно разобрать и так далее. На этом наш разбор заданий 8 класса подошел к концу. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok